Добрый день, дорогие друзья! Сегодня в гостях у Комсомольской правды ведущий и фэшн-эксперт шоу «Богиня шопинга» телеканала TED Данил Грачев. Здравствуйте! Вопросов пришло очень много. Я переживал. Волнуются. Так, поехали. Первый вопрос задает Таня. Будет ли второй сезон «Богиня шопинга» чем-то принципиально отличаться от первого? Он уже начался второй сезон. Это вот как раз неделя второго сезона. Мы уже отсняли часть этого проекта. Я уверен, что вас удивит финал первой недели, потому что он как раз-таки будет очень сильно отличаться от всех финалов, которые были в первом сезоне. Так, это будет еще больше модниц, это будет еще больше вещей, образов модных, не столь модных. Я думаю, что еще будет больше каких-то конструктивных советов, ну и, конечно, конструктивной критики. Следующий вопрос. Два вопроса от Хелен. Данил, здравствуйте! Первый вопрос. Какое образование вы получили, чтобы стать стилистом? Ну, вообще, в принципе, об образовании. У меня филологическое образование. Я заканчивал педагогический колледж. Затем я учился в Национальном университете. У меня специализация украинская филология, английский язык. То есть я получил такое вот классическое гуманитарное образование. К сожалению, в нашей стране очень тяжело, если ты хочешь заниматься в плане моды и развиваться в этом направлении, очень тяжело получить образование, потому что профильных вузов не так много. Более того, те вузы, которые представлены, они не учат быть стилистом или фэшн-редактором. Такого образования у нас нет. И поэтому, когда я начал заниматься журналистикой и потом переключился на фэшн, начал заниматься этим более профессионально, то, конечно же, я посещал какие-то определенные курсы, какие-то лекции, много читал, путешествовал, общался. То есть я получил образование в ходе работы. К сожалению, подчеркну, что у нас такого образования получить невозможно. То есть все равно, если вы планируете этим заниматься, то вы должны понимать, что самое главное здесь – это свое собственное развитие, самообразование и, наверное, чувство вкуса, которое у вас врождено. За границей есть какие-то учреждения, в которых вы хотели бы, допустим, поучиться? Да, конечно. За границей есть такие учреждения. Это, конечно, Сент-Мартин Скул. Та школа, которая дала миру Макуина, Стелла Маккартни и такую целую плеяду известных фэшн-деятелей. Но мне кажется, что и мне было бы интереснее не столько поучиться в каком-то учебном заведении, сколько поработать и понять еще больше этот механизм изнутри и постажироваться. И, конечно же, Волга, Америка – это было бы круто. Пообщаться с Анной Винтур в каком-то формате рабочем – это было бы супер. Вы сказали, что сами обучали себя в процессе работы. А, допустим, вспомнить вас в школьные годы проявлялись какие-то наклонности стилиста? Какие-то наряды себе придумывали? Как-то отличались от своих сверстников? Ужас вспомнить школьные годы. Я просто недавно их вспоминал. Я смотрел фотографии с выпускного. Там у нас была такая просьба подобрать фотографии с выпускного. И я их постеснялся показывать. Это было ужасно. Я, да, выделялся. Потому что где-то в классе девятом я понял, что мне это интересно. Я начал рисовать. Я учился в художественной школе. Я креативил. Ужас. Я не знаю, как мои родители это все вынесли. Все эти креативы. Я что-то шил, что-то перешивал. Я краил. Я хотел быть дизайнером. Вот я понимал. Я тогда, наверное, еще... Ну, поймите. Я тогда, когда этим начал заниматься модой, у нас не было интернета, не было глянца, не было чего-то, что могло тебе рассказать и объяснить, чем ты хочешь заниматься, как это выглядит. И когда в 98-м только появился ВОК, я помню, что мне давали деньги на дополнительные занятия, там по математике, по английскому, а я эти деньги тратил на журналы. Я покупал журналы, мне потом влетало за это, потому что, ну, мне это давали на конкретные вещи, там, до них надо подтянуть математику. Я подговаривал наших преподавателей, чтобы они, ну, если будет звонить моя мама, говорить, что... И да, Данил заплатил, да, он был на дополнительном, а на самом деле он накупил какого-то глянца. Преподаватели соглашались вас прикрывать? Да. Да какие такие заслуги? Ну, я там как-то вот просил, там, строил глазки, говорил, ну, пожалуйста, пожалуйста, ну, что-то какую-то лапшу вешал, такую наивную по-детски. Но тогда вот на каком-то интуитивном уровне мне это было интересно, и для меня это было важно. И когда у нас дома этого глянца образовалось, ну, вот реально, три стопки вот от пола до потолка, мне было жалко его, естественно, выкидывать, он дорогой еще, к тому же, и редкий, и нет этого глянца. И у нас вот было таких вот две с половиной стопки, мама была в шоке, оно так потихоньку накапливалось, накапливалось. Когда мы переезжали на другую квартиру, я сказал, я не выкину это, мы это перевезем. мы это перевезли. Ну, кто знал. Вот, и сейчас это, оказывается, моя работа, я этим занимаюсь, и это вот мой какой-то такой бэкграунд, который я получил тогда, и не понимая абсолютно, что, оказывается, я с этим буду работать. И вот дополнительные по математике мне не пригодились особо, а вот этот вот глянец пригодился. Интересная история такая. История вашего развития в этой отрасли. Ну, там были более профессиональные курсы. Я хотел быть дизайнером, я краил. Я помню первые брюки, которые я скроил, я был уверен, ну, слушайте, что там их краить, а не элементарно. Ну, вот ты их вырезал, ткань, вот, и потом, а мне лень было сшивать, ну, на швейной машинке не было, вручную лень шивать. Я степлером их скрепил. И когда я их померял и понял, что, ну, нет, какой-то тут явно подвох, вот, я уже потом начал так додумывать, искать, как оно кроится, как оно делается, как создается. Ну, потом там были специальные курсы, на которые я ходил. Кои шики, да? Да, да. Вот. И вот эти вот азы я получал вот в таком, ну, это было учебное заведение, просто я не учился, я ходил как на дополнительные курсы, ну, как, что называется, для себя. Вот. И там получал азы, как же это кроится и конструируется. Так, еще один вопрос от Хелен. Богини шопинга берут только папиных дочек, девушек из модельного бизнеса и так далее, или обычная девушка тоже имеет шанс попасть на передачу? Берут абсолютно любого человека. Главная просьба и требование к герою, это чтобы вы действительно изначально были уверены настолько в своем стиле и в своем вкусе, настолько нас этим заинтересовали, чтобы далее вы могли заинтересовать просто зрителей. Абсолютно не важно. Эта девочка, там, я не знаю, ее содержит любовник или содержит папа, она одевается в элитных бутиках, или же в масс-маркете, или там на секунде, или сама шьет себе эти вещи. Берут просто ярких персон, ярких, каких-то необычных, тех людей, которых интересно смотреть, которых интересно рассматривать, которых интересно комментировать и обсуждать. Нет, абсолютно, есть форма на сайте канала TED, там есть анкета, которую вы заполняете, кастинг-менеджеры отсматривают эти анкеты и приглашают девушек на кастинг, и те, кто подходят нам по формату, по программе, приглашают на программу. Нет, абсолютно обычные люди. Далее вопрос задает Муся. Данил, а чем ты занимаешься помимо программы? Это как-то связано с миром моды? Да. На самом деле я не пришел в эту программу так, как с Бухты Барахты. Я был и являюсь сейчас фэшн-редактором журнала Zephyr, я был фэшн-редактором журнала OK, пока вот он не закрылся. Я главный редактор проекта Main People, это проект интернет-проект о моде, о светской жизни, о вечеринках, о вот этой вот тусовке. То есть я к этому шел, и сейчас я занимаюсь параллельно вот несколькими проектами, ну и вот в том числе богиня шоппинг, которая я безумно рад, что появилась, и вот я могу применять каким-то таким образом еще свои знания, надеюсь, что они кому-то помогают. А чем вы занимаетесь помимо работы? А помимо работы в принципе? Хобби, вы знаете, ой, хобби, с этим сложнее, потому что когда ты задействован в таком количестве проектов, очень действительно мало времени остается. Я не тусуюсь, я крайне редко бываю на каких-то мероприятиях, я этим переболел еще на советских хрониках. Вот, я если хожу на какие-то мероприятия, то это какие-то либо мои друзья, либо действительно вещи, которые мне интересны. Я хожу в спортзал, вот мое хобби. Я себя всячески убеждаю, что я люблю спорт, что лучший ужин – это минеральная вода и беговая дорожка. Вот, для меня вот это вот какой-то отдых, йога, вот. И все, никак не могу себя заставить ходить на сквошь. Я очень хочу на сквошь. Я как-то занимался теннисом большим, мне это безумно нравилось, и это было какое-то такое очень мое, и вот как-то по эстетике мне нравился этот вид спорта. И вот мне осталось теперь дойти до сквоша, и я надеюсь, в следующий раз, когда меня спросят об увлечениях, я скажу, о, да, я занимаюсь сквошем. А так, по мере возможности путешествую, читаю, много смотрю в музеи. Понимаете, для того, чтобы ты развивался в этой области, тебе нужно получать информацию отовсюду, абсолютно отовсюду. Я читаю глянец и хожу на секонд, для того, чтобы вообще понимать, как развивается мода, как это у нас работает, почему мы так одеваемся, что нужно, чтобы мы делали по-другому. Поэтому впитываю абсолютно-абсолютно везде. То есть, в секонд-хенде относитесь абсолютно нормально, да? Да, да. Я вот буквально на пошлых выходных был на секонд-хенде, и я, если честно, хотел, а-ля такой блошиный рынок. И я поехал, ну вот, на секонд посмотреть, потому что очень часто там встречаются какие-то интересные вещи. Понятное дело, что, ну, я не скажу, что я покупаю, когда-то я покупал вещи на секонд-хенде, сейчас нет такой необходимости. И я приехал, посмотрел, ну, меня, если честно, разочаровал момент вот этого вот ассортимента. Все-таки в Европе он совершенно другой. И там как раз-таки есть какие-то такие привязки, такие отправные точки, что тебе может понравиться, что может быть в стиле больше, даже чем винтажнее, нежели секонд-хенде. Что вот как-то зацепит тебя. А здесь, ну, были просто-просто вещи. Ну, какие-то лучше, какие-то хуже, какие-то интересные. Вот. Я так посмотрел, так поковырялся, вот. И все. То есть, в секонд-хенде надо ездить в Европу? Да, да. Вот блошиный рынок однозначно там. Он потрясающий, он совершенно другой. Вот знаете, хочется даже не вещей, а какого-то колорита и атмосферы. И вот ее у нас нет. И вот мне говорят, что есть там, оказывается, на Петровке, вроде бы как, выносят такой а-ля блошиный рынок бабушки, дедушки. Вот не знаю, может быть, туда съездить посмотреть? Это Куреневский туда. Вот, да, наверное, Куреневка. Вот. Может быть, там посмотреть. Но, опять-таки, я вот помню, когда я только переехал в Киев, вот мне тоже это было интересно, я поехал, но туда еще был сыной рынок. И вот сыной, он как раз таки давал какую-то такой флёр, какую-то такую атмосферу за счет вот там, этого помещения, за счет этой лестницы, которая там такая была. Там были потрясающие бабушки с какими-то красивенными брошами. Причем я понимал, что все равно это какое-то такое советское наследие, вот, стилистически. Но это было очень интересно. И, ну, к сожалению, в Киеве вот чего-то такого, вот, похожего, я вот больше не видел. Так, далее интересуется Королик, Каролина, наверное. Как стать модным украинским стилистом? Посоветуйте подрастающему поколению. Как стать? Как же ж стать? Стилиста, я так поняла, у нас не учат. То есть это саморазвитие. Ну, смотрите. Здесь такой основной момент. Вы должны четко понимать, что мода — это очень жесткий бизнес. это то, к чему мы тоже придем с развитием индустрии у нас в стране. И если ты хочешь становиться частью этой структуры, этого механизма, то нужно абсолютно вот для себя четко понимать, что какими качествами должен обладать ты. Я считаю, что для того, чтобы быть хорошим стилистом, вам нужна хорошая база. Без классики вообще никак. Когда мне говорят о том, что я хороший, ну, там, хороший, нехороший, не знаю, я вот занимаюсь молодой стилист, и как-то вот в этом направлении развиваюсь, и при этом я не знаю классики в живописи, в литературе, в кино, в архитектуре, то мне очень странно понимать, как тогда судить вот в этом современном пространстве что есть хорошо, что плохо, как тогда здесь сформировать свой вкус. Поэтому однозначно все начинается с образования, все начинается с классики. Вот если вы настолько каждый день будете тренировать свой взгляд, находить красивое, видеть стильное, видеть что-то, что вот будет вас цеплять, вот таким образом, вот так вот тренируя себя, вы сможете к этому прийти. И вот здесь, я же говорю, мода — это такое понятие поликультурное, в него входит абсолютно все и формируется абсолютно разными явлениями. И вот, например, если мы там пару дней назад смотрели круиз «Шанель», да, вот когда Карл Лагерфельд сейчас показал свой круиз, и все... Вот ты смотришь, да, по сути, это одежда. Но чем продиктована эта стилистика? Какая она вообще? Почему выбрано именно это место для показа? То есть все вот эти вот моменты, какие-то тайные коды, которые вложены в это все, для того, чтобы ты понимал, нужно хорошо разбираться в классике. И нужно на основе классики сформировать свой такой вот культурный бэкграунд. Без него вообще никак. У меня по ходу дела родился вопрос. Сейчас весь интернет обсуждает платье выпускниц. Вы наверняка видели эти модели. Я, ну не знаю, люди более старшего поколения удивляются. Видимо, мы что-то в моде упустили. Как вы относитесь к этим нарядам, и тем более на выпускном вечере? Безобразие. Просто это ужас. Знаете, для меня вот вообще как по жизни, так вот и в программе есть такой очень важный критерий. Для меня важно, чтобы вещи, которые подбирает человек, они могут чуть лучше, чуть хуже сидеть. Они могут там скрывать, подчеркивать. Не всегда возможно быть доработанными, но есть важный момент. Пошло или не пошло? Вульгарно или не вульгарно? Вот для меня это ключевой и абсолютно принципиальный момент. Если девушка изначально позиционирует себя таким образом, вот для нее этого критерия пошлости не существует, либо он сдвинут не туда, куда нужно, вот можно делать все, что угодно. Можно делать лучшие коллекции, можно делать лучшие вещи. Кутюр, претапарте, дорогие бренды, все что угодно, это будет все равно выглядеть пошло. С этими выпускницами это беда. Ну, реально беда. И знаете, но здесь, кстати, есть еще один такой положительный момент в этом всем. Вот когда мы запустили этот проект «Богиня шопинга» и нам начали писать девочки вконтакте, задавать вопросы в фейсбуке, я очень активно это все читаю, отвечаю, для меня это важно. Знаете, самое страшное вот у этих девчонок, у них нет этого понимания, что это хорошо, а это плохо. Вот у них просто этого нет. Возможно, нам хотелось бы одеваться совершенно по-другому, но она, вот нет этого, вот этого вектора, вот нет этой границы, нет этого чувства, вот его не привили, ни общество, ни семья, ни еще кто-то. И когда вот они задают вопросы, мне очень нравится, девчонки говорят, подскажите, да, то есть мы не говорим о том, что вот мы истинно в последнем стаде, наоборот, подскажите. И вот с выпускным вообще у нас была там куча всего, писали, спрашивали, что модно, что не модно, присылали вот эти вот абсолютно, я посмотрел на платье, ну, когда я заканчивал школу, ну, в общем, не важно, когда я заканчивал школу, я могу сказать абсолютно точно, ничего не поменялось, у меня такое впечатление, что носят те же платья, которые были вот на моем выпуске, ну, это же безобразие, ну, как, мода развивается крайне динамично, очень быстро, а выпускные платья, как выглядели, ужасно, так и выглядят, и присылают корсеты, вот это вот, какая-нибудь тофта, стразы, киринолины, розочки, кружева, перчатки, вот эти вот абсолютно ужасные, желобские, вот, вообще ничего не поменялось, ни в прическах, ни вот в этих вот нарядах, поэтому, очень жаль, что, ну, вот есть такая ситуация, но мне кажется, что, все равно, и, кстати, вот этот вот момент вкуса, он не зависит от социального статуса, это абсолютно не характеризует, только девушек, ну, условно говоря, сельского типа, которые не могут себе позволить что-то другое, ничего подобного, наши столичные школы тоже грешат подобными нарядами. Следующий вопрос от Каролины. Подскажите, как изменить свой имидж без помощи стилиста? Что будет модно в этом сезоне? Ну, давайте так, что модно в этом сезоне, весна-лето 2012 года? Этот сезон моден прежде всего таким основным, главным посылом. Это женственность. В моде женщина. Она в этом сезоне разная, но она очень такая, она очень романтичная, она в пастельных тонах, она в цвете, но этот цвет очень деликатный. Это оттенки пудры, это лаймовый, это ментоловый, это персик, это бирюза. Это все очень деликатно. Женщина этого сезона, она не кричащий секс, она не какая-то безбашенная особа. В этом сезоне актуален тренд на 50-е, но это не диоровский нью, который мы видели какое-то время назад. Это вот такие американские домохозяйки. Я понимаю, что этот тренд очень тяжело применить к нашим реалиям, но если он у вас будет какой-то такой эталон, а вы будете не обязательно его копировать, а просто к нему стремиться, этого будет вполне достаточно. В моде в этом сезоне цветы, в моде принтования, в моде геометричный принт и вообще в моде вот знаете, такой стык, например, цветы не в чистом виде, а цветы в какой-то современной обработке, когда это какая-то 3D графика, когда это необычные сочетания. Вот это все в моде, это все актуально. Ну, например, Карл Лагерфель задал тему моря, морскую тему, Версачи поддержали эту тему, там, Рикардо Тиши уже Ванши частично взял эту тему в основу. То есть, в моде женственность, и это основной вектор, и это ключевое понятие сезона. Что касается, как изменить свой стиль без помощи стилиста. Я уверен в том, что если вы, если у вас есть такая задача, то у вас здесь есть несколько помощников. Это глянец, правильный глянец, глянец, который, ну, который способен дать нужные, правильные советы. И с одной стороны. И с другой стороны сделайте вот что. Подойдите к зеркалу, посмотрите на себя, и вот по своей вот этой вот конституции тела, по конституции внешности. Поймите, на какую там, например, из голливудских звезд вы похожи. И проследите за тем, как ее стиль меняется, как меняется мейкап, прическа, одежда. Понятное дело, что выбирайте тех, которые не попадают в какие-то топы самых нестильно одетых персон. и попробуйте поэкспериментировать таким образом. Посмотрите за стилем этой звезды и посмотрите, что бы вы могли к себе применить, что вам подходит, что не подходит. Придите просто, вот выберите себе эти там, не знаю, 10 луков, пофотографируйте, зайдите в магазин и померите эти луки и посмотрите, а вам не хорошо или нет. Вот. Мне кажется, это какой-то такой вот самый простой способ, как ты можешь примерить на себя, вот поиграться с этими образами. Без помощи стилиста. Далее вопрос от Аутаны. Данил, какие твои самые любимые марки одежды и как ты относишься к комбинации вещей масс-маркета и кутюрных решений? Так. Что касается, вообще, в принципе, для меня мода делится на таких две части. Есть бренды, которые делают моду как искусство. Для меня эти бренды являются такими флагманами мировой индустрии. Это бренды, которые заставляют двигаться вообще механизм и заставляют шевелиться ну вот наши мозги. Они удивляют каждый сезон. Для меня такой бренд, это, например, бренд Balenciaga. Бренд, который возродился вот недавно и так потрясающе выглядит сейчас. И для меня очень интересно, когда я, например, ну, проходит, да, там, неделя моды, там, показывать, прошу пока Balenciaga. Я там пишу какой-то пост и мне вот в Фейсбуке мне пишут, да, ну, а я там с каким-то там придыханием а-ля-бау. Вот, и мне пишут, фу, что это за отстой, это невозможно носить, это бред, ну, типа, как это вообще удобоваримо и как это применимо к жизни. Здесь для меня ключевым моментом является то, что эта вещь, эта стилизация, она цепляет и она заставляет нас по-другому взглянуть на моду. Все-таки, как я уже говорил, мода это такой, это механизм, это бизнес. И чтобы каждый сезон вам заставить купить людей по сути брюки, по сути платья, по сути джемпера, какие-то там, рубашки, вам нужно каждый сезон выдумывать нечто такое, что люди захотят купить. И вот мне очень нравятся такие бренды. Мне нравится Баганциага, мне нравится, как выглядит сейчас Живанши, благодаря стараниям Рикардо Тиши. Я очень надеюсь, что воскрешение с Киапарелли даст какой-то новый толчок и новый такой вот глоток воздуха в мире моды. Эти бренды мне нравятся. Мне иногда нравится, как выглядит коллекция Шане. Мне нравится, мне нравился, как смотрелся Гальянов Диор. Мне нравится Жил Сандер. Ну, в общем, есть вот такие вот бренды, которые интересны. И есть другая мода. есть мода, которая более коммерческая, которая направлена на совершенно другое, на нас, на потребителей в большей степени. И здесь мне очень нравится, как работает масс-маркет. Потрясающе. Вот действительно потрясающе. 25-й вопрос, как им это удается, как работают их разведчики, как они воруют лекала, как они заинствуют фасоны и все остальное. Но то, что мы сезон в сезон получаем тренды, которые видели на подиуме и, да, аллюзии на тему Prada, Versace, Gucci и так далее, но мы получаем это вот в магазине в текущий сезон. Поэтому то, что делает масс-маркет, это потрясающе. Мне очень нравится. Мне также нравится, когда есть вот эта вот коллаборация масс-маркета с люксовыми брендами, с люксовыми дизайнерами. И, например, то, что делала Донатал Версачи для H&M, офигенно круто. Вот. Поэтому я за такие миксы. Я считаю, что миксы... И, кстати, у меня часто тоже, ну вот, я там и программу могу вести в каких-то вещах в миксе таком масс-маркетовском а-ля Зара и Живанши. То есть я считаю, что это круто, это замечательно. А тотал лук уже не актуален. Поэтому чем больше такого вот микса, тем лучше. Татьяна спрашивает, друзья просят помочь выбрать наряд на то или иное мероприятие? А, друзья, я всех уже растерял из-за этого. Они сначала просили, а потом, когда я начинал критиковать, да нет, шучу. Ну, на самом деле по-разному. Я сам не навязываюсь. То есть я не буду никогда говорить, что это плохо, а это хорошо. Но бывают случаи, когда действительно у меня спрашивают мнение, что лучше подобрать, что купить, что сочетается и так далее. Спрашивают, помогаю, говорю, но я сразу предупреждаю, ну, как бы, друзья, понятное дело, это знают, что я не буду вам говорить, если мне не нравится, что это хорошо. То есть если вы готовы услышать критику, ну, понятное дело, конструктивную, вот, то я готов как-то там проконсультировать. Если нет, не готовы, просто нужна какая-то мое там кивание, одобрение, да, давай покупай уже хоть что-нибудь, лишь бы побыстрее сюда уйти, то это не ко мне. Так, далее. Анастасия, город Харьков. Здравствуйте, Данила. Скажите, а есть ли у вас вторая половинка и можно ли завоевать ваше сердце? Ух ты. Ну, что касается второй половинки, ну, есть такие моменты, такие, да, чисто вот private, которые остаются private, а завоевать сердце, да, конечно, ну, как и любого человека можно. Вопрос, я так понимаю, каким образом, что мне важно в человеке. Я могу сказать абсолютно четко, что я не склонен переоценивать моду, стиль, но я считаю, что стиль и то, как выглядит человек, это проекция его внутреннего состояния, его мироощущения, его культурного бэкграунда, его позиций. Для меня это очень важно и для меня это очень четко. Поэтому понятное дело, что это